Приветствую вас, уважаемые телезрители, дорогие братья и сестры, мы сегодня начинаем цикл передач, посвященных молитве. Сегодня мы будем говорить в принципе о том, что такое духовная жизнь и как она сопрягается с молитвой, а затем мы поговорим о молитве Господней, молитве Отче наш. Духовная жизнь – это прежде всего жизнь в молитве. Для чего нужна молитва? Не для того, чтобы что-то испросить у Бога, но чтобы пообщаться с Богом, побеседовать с Ним. Мы молимся потому, что любим Бога, а не потому, что надеемся что-либо получить от Него. Центром молитвы является сам Бог, а не те или иные блага, которые мы от Него получаем или нет. И во время молитвы нельзя сосредоточиться ни на чем меньше, чем Бог. Но и Бога при этом не следует просто пытаться воображать. Всякий созданный нами образ Бога будет не более чем идолом. Богу нужно просто, Богу нужно просто предстоять, предстоять в глубинах сердца, узнавая Его таким, каким Он нам открывается. И если мы посмотрим на нашу жизнь, то увидим, что жизнь и молитва совершенно нераздельны. Жизнь без молитвы – это жизнь, в которой отсутствует важнейшее ее измерение. Это жизнь в плоскости, без глубины, жизнь в двух измерениях пространства и времени. Это жизнь, довольствующаяся видимым, довольствующаяся нашим ближним, но ближним, как явлением в физическом плане. Ближним, в котором мы не обнаруживаем всей безмерности и вечности его судьбы. Так вот, значение молитвы состоит в том, чтобы раскрывать и утверждать самой жизнью тот факт, что все имеет меру вечности и все имеет измерение безмерности. Мир, в котором мы живем, интересный, страшный и необычный, особенно в наше время, но это не безбожный мир, хотя и постхристианский. Безбожным его профанируем часто мы сами, но в существе своем он вышел из рук Божьих. Он любим Богом. Цена его в глазах Божьих – это жизнь и смерть его единородного Сына. И молитва свидетельствует, что мы знаем это. Знаем, что каждый человек и каждая вещь вокруг нас священны в очах Божьих, любимы им, они становятся дороги и для нас. Не молиться значит оставлять Бога за пределами всего существующего. И не только его, но и все, что он значит для созданного им мира, того мира, в котором мы живем. Нам часто кажется, что сегодня трудно согласовать жизнь и молитву. Это на самом деле заблуждение, полное заблуждение, величайшее заблуждение. Происходит оно от того, что у нас ложное представление и о жизни, и о молитве. Мы часто воображаем, будто жизнь состоит в том, чтобы суетиться, заботиться, дела неотложные, огромные, а молитва в том, чтобы куда-то уединиться и забыть все и о ближнем, и о нашем человеческом положении. И это тоже неверно. Это клевета на жизнь и клевета на самую молитву. Чтобы научиться молитве, надо прежде всего сделаться солидарным со всей реальностью человека, всей реальностью его судьбы и судьбы всего мира. Можно сказать, что это означает до конца принять ее на себя. В этом сущность акта, совершенного Богом в воплощении. В этом вся полнота того, что мы называем предстательством. Обычно мы воспринимаем молитвенное предстательство, ну, как некое вежливое напоминание Богу о том, что Он забыл сделать. В действительности же оно заключается в том, чтобы сделать шаг, шаг, ставящий нас в самый центр трагической ситуации. Шаг, подобный шагу Христа, который сделался Бога человеком раз и навсегда. Мы должны сделать шаг, который поставит нас в центр ситуации, откуда никогда больше мы не сможем выйти. Солидарность христианская, христово, направленная одновременно к двум противоположным полюсам. Воплотившийся Христос, истинный человек и истинный Бог, до конца солидарен с человеком, когда человек в своем грехе обращается к Богу. И до конца солидарен с Богом, когда он обращается к человеку. Это двойная солидарность, и она делает нас в каком-то смысле с одной стороны чуждым обеим лагерям, и в то же время едиными с обоими лагерями. В этом основа положения христианства. Конечно, после этого возникает естественный вопрос – что же делать? Как тогда поступать? Так вот, молитва рождается из двух источников. Либо это наше восторженное изумление перед Богом, и делами Божьими, нашим ближним и окружающим нас миром, несмотря на его тени. Либо это чувство трагичности нашей, и особенно чужой. Бердяев как-то сказал, когда я голоден, это явление физическое. Если голоден мой сосед, это явление нравственное. И вот трагичность, которая предстает перед нами в каждое мгновение – мой сосед всегда голоден. Это не всегда голод по хлебу. Иногда это голод по человеческому жесту, ласкому взгляду, доброму слову. Здесь-то и начинается молитва в этой отзывчивости на изумленное и на трагичное. Пока есть эта отзывчивость, все легко. В восторге нам легко молиться. И легко молиться, когда нас пронзает чувство трагизма. Но, а в другое время? Что в другое время? И в другое время молитва и жизнь должны быть одно. У меня, увы, нет времени говорить об этом много. Но я хотел бы просто сказать вот что. Встаньте утром, поставьте себя перед Богом и скажите «Господи, благослови меня и благослови этот начинающийся день». А потом? Потом относитесь ко всему этому дню как к дару Божьему. И смотрите на себя, как на посланца Божьего в этом неизвестном, что представляет собой начинающийся день. Это означает попросту нечто очень трудное. А именно, что бы ни случилось за этот день, ничто не чуждо воле Божией. все без исключения, все без исключения обстоятельства, в которые Господь нас пожелал поставить, чтобы мы были Его присутствием, Его любовью, Его состраданием, Его творческим разумом, Его мужеством. И, кроме того, всякий раз, когда мы встречаемся с той или иной ситуацией, мы – тот, кого Бог туда поставил, чтобы нести служение христианина, быть частицей тела Христова и действием Божьим. Если мы будем так поступать, то легко увидим, что в каждое мгновение нам придется поворачиваться к Богу и говорить «Господи, просвети мой ум, укрепи и направь мою волю, дай мне сердце пламенное, помоги мне». А в другие моменты мы сможем сказать «Господи, благодарю Тебя, спасибо Тебе, Господи». И если мы разумны и умеем благодарить, мы избежим глупостей, которые называются тщеславием или гордостью, состоящие в том, что мы воображаем, будто совершили что-то, чего могли бы и не делать. Это сделал Бог. Бог подарил нам замечательную возможность сделать это. И когда вечером мы снова станем перед Богом и быстро переберем в памяти прошедший день, мы сможем восхвалять Бога, славить Его, благодарить Его, просить у других и просить о себе. «Если мы начнем таким образом соединять жизнь с нашей молитвой, между ними никогда не будет разрыва, и жизнь станет горючим, питающим в каждое мгновение огонь, который будет разгораться все больше и становиться все ярче, и преобразит постепенно нас самих в ту горящую купину несгораемую, о которой говорит Священное Писание. И если мы начнем таким образом соединять жизнь нашу с молитвой, то рано или поздно она станет закваской каждого действия и послужит его мерилом, она явится всем в жизни, перестанет быть действием и превратится в само бытие, сделается присутствием того, кто исполняет все и все ведет к полноте и вечности». Субтитры создавал DimaTorzok